Отряд активных и целеустремленных, представители организации возможностей без границ вместе со специалистом управления по делам молодежи и туризму бодро шагают к месту проведения экологического десанта. Улицы у нас чистые, поэтому мы выбрали такой самый дальний уголок, 13 микрорайон, где не совсем чисто, где реально мы можем принести пользу. И цель еще и сплотить членов общественной организации возможности без границ взаимосотрудничества сферы молодежной политики с общественными объединениями. Мы хотим видеть наш город красивый не только перед праздником Дня города, но и всегда. Поэтому мы стараемся, чтобы вышли на эту акцию, чтобы показать примеры другим людям, что все-таки мусор разбрасывать не надо, чтобы все были активными. На призыв выйти на уборку территории без колебаний откликнулись 12 представителей общественной организации возможности без границ. Почти половина из них дети. Они, несмотря на сильный ветер и начинающийся дождь, наравне со взрослыми приводят территорию 13 микрорайона в порядок. Разные стекла, потом пластик, много разного, пакеты, разные мешки, деревяшки разные, все возможное. Я хочу, чтобы наш город был чистый. Ведь дяденьки и тетеньки и дети кидают мусор на землю, а природа так может погибнуть. Благодаря таким неравнодушным жителям город станет благоустроеннее и чище. Хотелось бы отмечать члены общественной организации, людей с ограниченными возможностями здоровья и представителей Управления по делам молодежи, чтобы большее количество граждан принимало участие в подобных акциях. А для членов организации возможности без границ это не только вклад в благоустройство города, но и возможность пообщаться и почувствовать себя нужным обществу. У них учиться можно до бесконечности всему. Жизнерадостности, оптимизму, трудолюбию, вообще доброте. Это доброта до бескрайности, любовь к ближнему, общение. Это все вот эти чувства и качества человеческие, они в них присутствуют. Это однозначно. Они готовы отозваться, по-моему, на любую просьбу любого человека. После уборки 13 микрорайона общественники отправились в организацию возможности без границ, где в дружеской обстановке всех участников эко-десанта наградили благодарственными письмами Управления по делам молодежи и туризму. В планах проводить подобные экологические акции как минимум два раза в год, весной и осенью. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Новости Губкинского.